Иоанна. Иоанна Вангелия. Вот это первая глава. Иоанна 21. Итан Сетиси. Иоанна 21. Итан Сетиси. Итан Сетиси. Итан Сетиси. Тому снимаете сегодня, да? Нет, никому снимать. Хорошо. Итан Сетиси. Итан Сетиси. Итан Сетиси. Скайту 50, 67, Итан Сетиси. Да. Подпасликсиявус Иисус поклава себе Симону Петра. Симона, Jonas, сунову, ар мили мне? Лабе уши шитуос. Иис отскал. Таип вешкоти, ты ж не, как тави милию. Иисус, ям таря. Гадик, ману овинелис. Итан сетиси. Исус поклава себе Симону, ар мили мне? Таис отсилепи. Это, послушал в этот раз, что он мне не нравится. Он сказал ему, что вы не нравитесь. И вот он, и он сказал мне же, что «Симоно, у меня ничего не нравится». Петра Нуритокёта он сказал «А я не нравились мне?». И сказал ему, что он мне не нравится, он знает что вы не нравились? Он сказал ему «Вoffsу». Мы должны знать эту тему сегодня, потому что наша церковь молодая. И нам нужно знать некоторые вещи, которые помогут нам строить церковь дальше. И одна из вещей, которую мы должны знать, это любовь. Мы не можем строить церковь без любви. И мы не можем жить как верующие без любви. У греков есть четыре вида любви. Есть эрос, агапия, есть материнская любовь, и есть дружеская любовь. Это дружеская любовь, и есть двадцать человек. Как два женщин, например. И это то, что у них есть 10 человек. И кто любит вас? Человеку не нравится, но с 7 человеком. А еще не нравится друг другу. А с 7? А с другой не нравится. А он не нравится. А его филиалит? Да, филиалит. А еще нет. Как вы не нравится. На английском языке нет такого, чтобы разделить любовь на четыреческие, но у греков это есть, а вот сегодня мы именно будем говорить о Божьей любви, Божья любовь это Агапа, это другая вещь любви, это эрос, это между мужем и женой, это то, что человек, который имеет женскую salud, это там они любят, это совсем другая вещь любви, это другая вещь любви, это человек, девушки, они любят тебе, или девушка говорит парню, я люблю тебя, а на самом деле этот человек говорит, я хочу служить с собой, я хочу служить с собой, я хочу служить с собой, ну ладно, сегодня мы не будем об этом говорить, мы сегодня говорим о Божьей любви, Агапы, и нам нужно практиковать любовь в этой семье, Агапы Божья любовь, это не потому что это любовь, не потому что у тебя есть чувство хорошее к какой-то женщине или какому-то человеку, это не так-то семья, когда ты ты чувствуешь, а как ты будешь осмотрел, а муж ее любви в этой семье, частью四-летнем своими любви. Это самая отрасльная любовь, а это большая любовь. Потому что она это, не будешь чувствовать. Не очень типичная любовь. Нет, это не Slash. Нет, когда ты это человек люби, Бог любит тебя. Все. Божья любовь не имеет причины. Почему? Девушка не имеет причины. Например, мы говорим, что я люблю тебя. Например, девушке. Я тебя люблю. И есть причина, почему? Потому что твои глаза... Я хочу попробовать, что вы говорите, что тыкнешь. Я не знаю, что тыкнешь. Давай, что тыкнешь, что тыкнешь. В дъинах на перегive. Здесь нет, поэтому я буду. Ни так, а что тыкнешь. Ни так важно, что тыкнуешь в его голову. Или это длинное его, и тыкнешь лучше. Не понимаешь, что тыкнешься, что это новый личный человек. Делаешь молодость, кто любит. И не важно, что это низкого роста, а это высокий, и ты должен всех любить. Короче, Божья любовь не имеет причины, почему любить. Единственная причина это то, что эта душа. И эта душа тоже нуждается в любви, заботе и так далее. И вот такая любовь у нас должна быть в этой церкви. Когда мы должны всех любить одинаково. Это Божья любовь. Я знаю, что нам трудно будет это. Но мы должны расти. Любовь это наивысшее состояние в Библии, если можно сказать состояние. Это надо подниматься туда. Это значит открыть твое сердце всем, которые приходят сюда. Это значит готов сделать дать твое место другому человеку сидеть. Это значит ключевые места. Это Божья любовь. Это Девушка мелья. Божья любовь нет ограничений. Я не получаю прибылям. Это Эрос мелья. Это дружеская любовь имеет ограничений. Это мой друг, а это нет. Это мой друг, а это нет. Это моя женщина, а это нет. Это эрос. Или материнская любовь. Это мой ребенок. Материнская любовь. Это любовь, которая женщина имеет свою ребенку. Материнская любовь. Никто не будет любить ребенку, как мама любит свою ребенку. Это материнская любовь. Да. Иногда это материнская любовь. Иногда они говорили, что они не любят. Потому что они... Знают, как они любят своих детей. Они держат детей в груди. Они захочут садить. Ну, кормить. И вот, и когда она это не чувствует со стороны мужа. Никто не учит свою веру. Она думает, что он ее не любит. Он любит тебя. Он любит тебя, но не настолько, как ты любишь. Не проявляйся так же, как ты проявляешь свою любовь к твоему ребенку. Потому что здесь это другой уровень любви. Это другой уровень любви. Это другой уровень любви. Это вера. Но это четыре уровня любви. Но это четыре уровня любви. Да. Они должны быть агапой. Они должны быть эрос. Они должны быть материнская любовь. Они должны быть это филио друг. Они должны быть семья для здоровья. Они должны быть только эрос. Или только агапой. Или только агапой. Ага. Но в церкви, они должны быть агапой. Они должны быть агапой. Они должны быть агапой. Агапой должны быть. То есть мы любим каждого. Это значит, что мы всех любим. Да. И не важно, откуда он родился. И что есть, где живой. Какой он родился. Или какой он родился. Это Бог, мы нас одиннодушны. Поэтому мне нужно знать, что это любовь будет прожать в эту церковь. И которые могут прожать это. И люди это увидят. Что ты будешь принимать. Если они увидят, что мы открыты к ним, что мы принимаем их, это будет работа в их жизни. Поэтому здесь, когда Иисус хотел поставить Петра служение, когда Петра был пастырем, он задавал его вопрос три раза. Он говорит, Петр, любишь ли ты меня? Петр говорит, да. И опять спросил. И говорит, спасибо. Пасты, пасты, агнесов моих. Это значит люди. Пасты этих людей моих. А потом он опять спросил, любишь ли ты меня? Петра говорит, да. Пасты, агнесов моих. И опять спросил, любишь ли ты меня? Пасты, агнесов моих. Ты не можешь быть верующим человеком и не иметь любви. Ты не можешь быть человеком и не иметь любви. Время более, ты не можешь быть пастырем и не иметь любви. Это любви, о которых мы говорим, это не чувство. Вот что, ой, я смотрю на Томас и меня хорошо, поэтому... Нет, просто Томас, он человек, который тоже нуждается в молитве, советом, наставлением. Мог и мог. Вот. И поэтому я должен помочь. Ты должен поделать? Да. Вот так мы должны жить. Да и мы должны быть верующим. Это не то, что... Герои, герои, герои. Да, я всех люблю. А что, с мигом милю? Нет. Даже у тех, которые женаты, и те, кто и у себя, да. И то это чувство иногда пропадает. Что Сеусма сидит как издекста? Ага! Да! Спроси у них, они знают. Да, спасибо. Съезжено. Бывает, что это чувство нападнём. Будет как Сеусма спокойно. Она видит мужа. Чувство говорит, ой, муж! Мотовируется, Ира, я уча жмана. Аллилуйя, да! Без тебя никому больше. Это я снега не гляну. И муж тоже это чувство ездит. И Ира съезжает. Да, да, да. Я тебя люблю. А потом это чувство куда-то пропадает. И он такой злой. Или она такая злая. Отбойный твиктор. Привет! Привет! Нету чувства. Понимаете? Ты еще приходит, уходит. Приходит, уходит. Ищет 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 ищет. Поэтому ты не можешь строить отношения с другими людьми по этому чувству. Тогда ты будешь всегда верт вниз, верт вниз. Поэтому лучше двигаться в Агапе. Ищет 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 ищет. Ты, разговариваешь человеку. Их хрустают ищет ищет ищет. Есть хрустают. Потому что, что ты чувствуешь. А если он чувствуешь, то, что он чувствуется, легче. Легче. А когда он живет, нет? Но когда он не живет. Поэтому мы люди призваны любить. Каждого, тогда любовь это сила, которая притекает, чтобы вы знали. Когда у тебя есть любовь, именно это агапия, люди начинают приходить на твою сторону. Вы посмотрите свою жизнь, если вы видите, что люди приходят в окно вас и приходят и хотят быть с вами, это потому что вы закрите внутрь. Поэтому люди никого не приходят. Мы не будем в окно вас, мы не будем в окно вас. Господи помоги, мне муж должен быть в окно вас без луги. Но мы должны быть в окно вас, потому что это люди. Они могут быть в окно вас, которые в окно вас будут в окно вас. это ушло, чтобы ты двигался от силы любви, чтобы ты любил людей. Ты говоришь, что это человек такой, он меня обидел вчера, как его любить, так иди молись Богу, помоги мне любить братья, потому что он не может привлекать людей к Богу. Он не может привлекать людей к спасению, и поэтому Иисус спросил Петра, и когда Петр ответил, что тогда он будет пастыром моих людей. Иисус говорит, как Петра говорит только тогда, когда ты говоришь, пастырь, пастырь. Иисус говорит, что это 3-16 лет. Нам надо любить. Нам нужно любить. То есть ты ходишь и поначалу тебе другую силу. Если ты двигаешься в виду другая энергия, другая энергия. Мы должны быть так. Ты должен двигаться от энергии любви. Ты должен видеть энергию мелью с энергией. Прошение. Это большая сила. Это большая сила. Когда человек расстроится, можно это видеть на его лице. Потому что это сила внутри. Это давит, это влияет на его сосуд. Он напишет его. Иисус говорит о том, что это живет другая энергия. Сюда нет ниже, когда он приходит горят на его сила. При этом он наденит в 3-16 лет. И тогда, так какhotом вы приходите в тюрьму. И поэтому, как можно чертовому, есть они dynamизируют. Он вас любил весь мир и отдал сына своего, чтобы никто не погиб. Вопрос, зачем ему любить весь мир? Потому что весь мир хорошо живет, потому что мы не упоруем, потому что мы выпиваем, потому что мы употребляем наркотики или потому что мы всякие негативы не делаем, поэтому Бог любит нас. Конечно нет. Мы воруем, мы обманываем, правду не говорим. Мы наркотики употребляем, водку пьем, убиваем других людей, говорим плохо, но ему это значит. Как это делаем, но Бог любил нас? Потому что это Агапы. Если бы, это было бы другой вид любить. Было бы трудно Богу любить нас, потому что когда мы смотрим, мы такие амашики, 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 хори, и говорим, как я могу любить этих людей, которые обманывали, которые на кодеке там потемли, которые бегают по женщинам. Реклама после женщины. Матеря. Женщина. О, мотеря. О, мотеря, старай, старай. Или по парне? Мотеря после вирус. Ой, вирус. Ой, вирус. Геро вирус. Ой, ой, горе вирус. А потом, главное. Не потому что мы такие хорошие. Но Библия говорит, Бог возрубил нас. Он возрубил нас. Давай читаем еще такое место, да? Римлянам. Робечен. О, спасибо Иисусу. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. О, спасибо Иисусу. О, спасибо Иисусу. О, мотеря. Римлянам 5 глава. Но Бог свою любовь к нам показывает, что Христус умеет за нас, когда мы были еще грешниками. когда мы были еще грешниками, он возрубил нас. Когда мы еще были плохими. Я был плохим. Слабый. Силутный. Блогой. Но меня вас любил. Меня вас любил. И что я любил его? Я сегодня не стою. Любов Божия это забота. Это рупост. А другому человеку. Вот например. Ты веришь этот человек. Ты веришь. Ты веришь. И ты знаешь правду. Я тебе говорю сейчас, как я говорю с детям своими. Ты веришь. Но ты учишься в школе. И там друзья вокруг. Подруги вокруг. Ты должен показать Божию любовь им. Ты должен проводить девушками или им. Ты должен проводить девушками или им. Ты знаешь правду. Ты должен жить так. Ты должен говорить так. Чтобы они видели Божию любовь. И получили спасение. Мы с вами должны так жить. И будем работать. Мы с вами должны переиментироваться. Мне нужно жить так. Ты должен всегда иметь тело interest." Cette жизнь лежит вук. Люди должны стать так. Вы должны жить так. Те люди, которые нам встречаются, они знали Бога. И поэтому мы снимаем эту залу. И люди, которые приходят сюда, они должны встретиться с Божьей любви. Они с аргументами и фактами. Кто правит, кто не правит. И голос поднимается. Нет, нет этого места. Мы здесь, чтобы люди могли измениться. Если кто-то в больницу пришел, то он исцелился. Если кто-то в грехе пришел, то он избавился от грехов. Поэтому мы собираемся. И поэтому мы должны проявлять эту любовь. И когда мы говорим, что Бог возрубил нас. Когда? Когда? Когда мы были еще грешники. Не когда мы были хороши. Но когда мы были грешники. И мы можем проявлять любовь тоже. И мы можем проявлять любовь тоже. Мы не хотим проявлять любовь. Мы не хотим проявлять любовь. Мы хотим проявлять любовь. Люди могли познавать Бога тоже. Не потому, что у нас хорошая чувство. У нас хорошие желания. Не то, что чувство, а хорошие желания. Когда Бог возлюбил нас, мы еще были грешниками. Мы были не что. Некоторые с нас, может быть, давно мы умели бы. Но он возлюбил нас. Он начнет забыть нас. И мы сегодня остаемся здесь. Поэтому мы должны помогать другим. Наша жизнь, как верующие люди, должны помогать другим. Мы уже живем не деля себя. Это твой эго. Это твой эго. Ты должен взять и положить здоровье. Ты должен поймать, когда мы изменили. Мы должны жить для других людей. Для Бога. Ты не можешь это делать без любви. Мы должны любить. Мы должны любить. А как? Мы любят любви? Мы должны говорить им. Мы должны говорить им. Мы должны приходить в церковь одни. Да. Ты знаешь правду. Ты стал за твою сынку и скрываешь все. А ты знаешь, что здесь Бог дает тебе откровение. Господь дает тебе мир, утешение. Ты поручай все. Иди домой. Иди деревить, как будто все нормально. А ты знаешь, что ты не будешь любви. Ты не сможешь говорить. Как должен быть в Божьем любовью. Как ты должен быть в Божьем любовь. У нас просто нет. Скелт песта и дают. Говорит другим. Которые рядом с тобой страдают и умирают. говорить. Не скрывай это. Это не потому, что тебе опять же хорошая чувство. Нет. Просто потому, что тебе желание чтобы этот человек изменился. Чтобы этот человек не пошовать. Чтобы этот человек поздно Бога. Вы должны так действовать. Вот почему Иисус умер за нас. Не потому, что он на нас смотрит, говорит, вау, какие хорошие. И у меня чувство так хорошее. Поэтому я пойду на крест мирить. Потому, что они так хорошо живут. Они не воруют. Они не милые. Они такие хорошенькие. И я пойду на крест мирить за них. И пошло на крест и умер. И на его крест мирить за них. Не потому, что мы были хорошие. А просто он хотел нас спасти. Мы норялись изгербать. Да. Так. И уч, эти апостолы умирали. И мир и апостолы. Потому, что они хотели, чтобы мы знали эту истину. А мы с вами это истинно передали нам. Он пердеваешь там теса. А мы с нами делаем рожьи. Не надо, чтобы никто не знал. Ой, как скажешь, я баптист. Или я там сектант. А по-сектант. Не надо. Надо помогать другим. Надо сказать. Ты видишь и ты понимаешь, что то, что ты скажешь этому человеку, поможешь ему, а ты закрой. И закрой урод. Ты должен помочь другим. Ты должен помочь другим. Где твоя любовь? Курта умеет. Твоя любовь должна иметь желание помочь другим. Умей. Это же не надо. Это же не надо. Это же не надо. Перевести людей из ада в рам. Из ненормального страдания Божьего спасения. Вы знаете, что есть несколько видов страдания. Есть страдания из-за того, что человек неправильно живет. И поэтому страдает. Да. А есть страдания. А это кончаус. Парамуза человек учит, учится. Закончил учебу, получит диплом. Специальность. Поэтому страдает. Утром встает. Идет в библиотеку. Учится. Ну это нормальная страдания. Я приехал сюда. Одного сруба не знал русского. Но у меня было желание. И страдали, изучали эти стихотворения Пушкина. Пушкина или Ращусь. Львовин, 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 Львовин. Я уже забываю эти стихотворения на ИЗУС. Зачем страдать? Однажды я решил, я поеду обратно домой. Меня братья, эти друзья, у Гавайи говорят, не надо, надо даже учиться. Я говорю, нет, нет, уже надо ели. Мой учился понедельник, субботом учился. Только в Ашкесине я отдыхаю. Я поеду домой. А что, живой сюда домой? Вот. И я собрался обратно ехать. И война там началась. Поэтому я не поехал. Уже я должен высидеть и учиться. То есть, есть страдания, потому что надо получить что-то. Да, например, вы должны, или приходите сюда каждый раз. И как будто это своего рода страдание какое-то. Я должен прийти на молитву. Я должен идти на собрание. Но, в конце концов, если ты не перестанешь это делать, ты получишь послание о Боге. И твой жизнь сменится. Но, а если ты не будешь приходить, этого не будет тебе. А есть страдания, потому что он сначала выпьет. Или курить. Поэтому он страдает. Ах, 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 плохо. Косты. Потому что курить. Я скуку. Ёлки болят. И он пенсует. И он воняет. И он воняет. А кто это, понимаете, есть нормальное страдание, или нормальное страдание. Нормальное страдание, это не нормальное страдание. Но давайте будем страдать, из-за того, что мы любим людей вокруг нас. И мы хотим, чтобы они познали Бога. И мы хотим, чтобы они знали Бога. Поэтому, если тебе скажешь, что ты баптист, они там не нормальные, то не надо в расставе вас. Нужно. Нужно. Ты знаешь, за что ты страдаешь? Ты знаешь, как они тебе. Но, может, ты хочешь, чтобы люди получили спасения. Та же, как ты получил. Когда Бог возлюбил нас, мы еще были плохими. Но он хотел помочь нам. Давайте будем открыть. Ты будешь в отвере. Помочь другим. Поделить людей. Которые к нам будут приходить. Куда вас мы садились. Еще одно место прочтем. Это мы приходим. Вот смотри. Вот, когда ты сидишь впереди. Куда ты сидишь впереди. Все время ты здесь сидишь. Ты сидишь впереди. А что, в какое-то время, ты на жене сидишь? Сады. Ганетро сидят. Почему? Ко дел? Ко дел, ты пил? Вот, потому что, это первый раз, когда ты начал сидеть впереди. Наскипи могли подчеркнуть седой. У тебя была положительная энергия. Та была энергия. У тебя было хорошо, хорошо, пока вы справились. Я не могу подчеркнуть. Так, наверное, так, что ты все обожаешься. Лаиминга. Версески с этой рулетой, и ты сидишь. И каждый раз. А потом, па! Что ты тебе сказал? Что ты не сказал? Ты уже не сидишь тут? Да, ты не сидишь. И приходишь. И ты не знаешь, ты уже там, вот диван. Там, где ты уже там, там, где ты сидишь. А знаешь, что это? Энергия работает внутри тебя. Что-то от тебя такое, ой, там, я там обижаю, вот мужчина. Понимаешь? Надо побеждать в эти моменты. Кого надо побеждать? Кого надо побеждать? Самого себе. Любить. Обижаю или не обижаю любить? Я буду служить. Я буду открыть к людям. Я не говорю о том, что это легко. Но это возможно. И тогда ты растешь. Аллилуйя! Давай строим Божий церкал. Давай будем любить. Если обидеть нас вчера, уже. На завтра мы уже прощали. И ведь мы сегодня батля идем. Потому что нам хорошо. А потому что нужно дальше идти. Аминь. 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 Не надо поставить препятствия себе. Не надо поставить препятствия себе. Не надо открыться. Дома тебе плохо. Ты молишься, Господь, помоги мне. Пройти это плохое чувство. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю твои брата и сестры. Я люблю твои братья и сестры. Я же вместе служить тебе. Привати ну так тебе. Давай будем любить. Давайте будем любить. Нельзя любить и не прощать. Не прощайся тогда. Никаких нечего. Никаких нечего. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Можешь, хорошо? Мы боимся. Я думаю, что будет хорошо. Потом, не так сказал. Я не говорю, что не хорошо. Я говорю, что не хорошо. Я даже не знал, что я тебя тут живу. Я не знаю, что там. И я не знаю, как я тебя живу. Как я сегодня живу. И потом не разводится. Потому что если нет правительства, любовь не пойдет дальше. Будем любить. Будем любить в это сердце. Это не чувство. Это просто решение. И понимание, что мы призваним делать дело Божие. Мы люди. Стоп. Один человек сказал, а ты знаешь, кто твой близкий человек? Ты знаешь, самый близкий твой человек? Это ты ученик. Это ты diyorsun. Это ты, другой ребенок. Как тебе их mantener! Что тебе надо брать? Что ты ждешь или брать. Ты думаешь, что ты пришел? Да, как брать брать брать? Ты такой ребенок. Как тебе роман? Это ты, другой ребенок? Ты готов брать. Аналит? Надо брать брать. Вот это, куда не лжи. Вы стыдно же, вы везде есть что, вы не забыли障ляться... Это мы и он и я. Он вырос в этом. Он и на динадром. Он и в динаме не может было гриба. Он был укреплен в нефтяне. Охлопок ойооо. Нужно 적ерный ответ. Охлопок ойооо. Хмммммм. Нужно заработать ойооо. Да, ведь надо заработать ойоооооо. Нужно сердечко ойоооо. Мой петель не налет. Нужно помоили, жужжи. Нет, нам нужно помоили. Но нельзя было в него. Мы поднимаемся. Однажды привезли одного бомжа, церковь, молодой, но он все потерял. Мы его брали, начали его кормить. Люди привезли одежду. Короче, он изменился. И спасите. Хорошо выглядеть. А женщина там одна. Она в группе поет. Она уже начал на него смотреть. Ну, пойдем и журет. Ой, горе, парень. Какие разы люди имнулись. Смотри, а потом через какое-то... Они приходят и говорят, мы хотим жениться. Я не говорю. Я ей говорю. А зачем тебе так жениться, выйти за буш? Он вообще недавно покаялся. Три месяца. А ты уже уже выйти за буш. А ты, она уже пятнадцать лет в церковь. Она говорит, благословить нас. Я не буду. Надо подождать. И она его брала и переверла. Они перешли в другую церковь. Потому что они хотели благословить. И там они женились. Прийти на обсижение. Но там пастор плохо знал. А потом... Он начал пить. Он потерял спасение. Он перестан ходить в церковь. Он перестан ходить в церковь. Он перестан ходить в церковь. И когда его спасли, он потерял все пальцы. Убрали все пальцы. И потом эта женщина его выкинула. И он говорит... Адаму человеку. Адаму человеку. А я говорю, да Моисею. Я никогда не забуду про него. Он хороший человек. Он хотел добро мне. Но я не послушался. Но я не послушался. Он потерял церковь. И страна важнейшая. Он потерял эту женщину. Он потерял палцы. Вот так. Любовь. Это забота. От других. Готовы ли мы. Заботиться о людях. Которые Бог будет посылать в эту церковь. Или мы будем только в своем сидеть. Мне плохо. Я не хочу. Нельзя это делать. Нельзя. Тогда ты никому не поможешь. Тогда ты не можешь служить Богу. Ты должен быть человеком, который всех приветствует. И который готов молиться за других. Чтобы и жизнь сменилась. Который хочет заботиться. Я говорю, брат, я буду тоже за тебя молиться. Выходи на молитву. Даже иногда приглашай кого-то от себя на чай. Если у тебя есть возможность на это. Я говорю, о любви без. Слушай, по-другому мы не служим Богу. Нельзя. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Его поэтому мы спасаемся. Давайте будем действительно проявлять Бога любовь. И Бог поможет нам. И Бог поможет нам. И эта церковь будет строиться. Что значит статистическая? То, что люди не могут найти. Где-то в другом месте. А что они не могут найти? Какое они не могут растут? Любовь. Люди хотят отношения. Люди хотят, чтобы принимали их. Если мы можем это делать. Люди пойдут за нами. Люди придут к Богу. Но если мы только будем о себе думать. И мы будем закрываться. И ничего не будет. Пусть Бог поможет нам. У нас скоро Новый год. Чтобы это Новый год. У нас были победы. У нас были успехи. По имя Иисуса. Чтобы Дьявол пошел под ногами нашими. Чтобы мы могли подниматься. В Господе. Чтобы люди это зал были заполнены людьми. Новый год. Новый год. Новый побед. Новый прорыв. Во имя Иисуса. Мы хотим, чтобы благословился. Не только нас. Но и других людей. Кирова вошелова. Слава Иисусу. Знаешь, есть такая тема. Видишь? Молись, чтобы у меня была машина. Чтобы я не был связан с этим автобусом. Чтобы мы могли больше быть вместе. Кора, Баба. Дьявол ты побежден. У нас много лета. Вот такой человек. Есть такая лидерская тема. И лидеры кушают последние. Мы с вами лидеры. Давай будем кушать последние. Что это значит? Дать другим возможность. Помогать другим идти. А вот те, которые ты помогаешь подниматься. Потом они будут тебя кормить. Слава Богу, что он был. Слава Богу, что он был. Да, да, да. Слава Богу, что он мне сказал о Боге. Слава Богу, что он молился за меня. И ты уже кушаешь со всех сторон. Но если ты будешь только... Если не поменять, значит я ничего не буду делать. Тогда ты такой, который хочет кушать первой. А тебе это не надо. Будь тот, который помогает другим подниматься. И те, которые потом будут тебе подниматься тоже. Как хочу проповедовать. Слава Иисусу. Бог поможает нам вьетеру. Что вы же увидите, что его успешно мы собираемся. Неоверное время. Мирот без рынков. Да. Кроме того, что вамики мы были в имущество, в финансе, в плакаслове, и так же внутри нас будет известная. Как будет финансов, или все, но скучно. Вдушнее, что есть все необходимые. Богу для заседателя наших волков. Это соревновательность. Характерис известная. Мы будем трудные любовьми. Он будет любить свои женщины, мужей, свои детей. Он будет любить свои родители. О, Ваиле Иисуса! Слава Богу! Господи, 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 поставьте все на своем месте. Ваиле Иисуса! Караба мошинала! О, Боже, я так рад. Я чувствую победу! Я чувствую победу! Собирайся эту силу, Боже! Я чувствую победу! Я чувствую победу! Я чувствую победу! В первую очередь, а потом плоти! В первую очередь, и затем плоти! Мы говорим! А потом будет так! Потому что наш Бог! Он жив! Он жив! Он сильный! Он сильный! Он мудрый! Он всемогущий! Всеведущий! Всеприсутствующий! Наш Бог! Иисус Христос! И Он поможет нам измениться в этой сербии! О, Боже! Я прошу! Слава Иисусу! Мы будем в пустыне! Мы поможем другим! Поддержим другим! Поддержим другим! Не переживай! Что люди приходят! Иди дай им то сиденье! Иди дайте вперед! А я буду назад! Не переживай! Эти же люди! Потом будут тебе сказать спасибо! Что ты помог мне! А когда ты будешь только о себе думать! У тебя будет унинение! Унинение! Депрессия! Почему? Потому что ой не по мне! Ой почему сказали чтобы я сидел назад! Ой почему мне никто не говорит привет! О, Боже! О, Боже! Слава Иисусу! Мы будем помогать другим! Поэтому мы забудем о себе! Чтобы помочь другим! Давай скажи я готов! Аж посрочно! Помочь! Поддержим другим! Поддержим другим! Поддержим другим! Поддержим другим! И помочь с последним! Давай я буду ходить! Аж я буду ходить! Аж я буду! Верпошу вви! Верпошу вви! Верпошу вви! Аминь! Аминь! Аж вы думаете, что мне помогает? Я иначе, мальчик, но мне любовь! И она прицепляет! Верпошу вви! Верпошу вви! Верпошу вви! Аллилуйя! Слава Иисусу! Давай будем любить! Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя Иисусу! Слушай, нам будет здесь хорошо! Я уже чувствую! Здесь будет хорошо! Нас будет много здесь! Будет много благословений здесь! Наш протез! Мусу протез! Мусу протез! Пасикейсь! Пасикейсь! Да! Давайте молимся! Пасикейсь! Пасикейсь! Но я очень хотел бы с вами быть сегодня. Если бы ясно, я бы не купил билет. Давайте молимся. Аллилуйя. Благодарим Бога. Молимся.